друзья всем привет привет мы едем путешествовать но девчонки собрались вам переезжать со своими подушками своими одеялами папа взял машину большую на прокат мы собирались целый день утром собирались выехать а сейчас время уже я не знаю сколько 34 3 часа дня уже муха там салоне папа взял старый этот самый карнивал потому что только старый можно разложить двуспальную кровать а новый нельзя мы вот но выбрали на чиджи до полная хрень вообще и главное сейчас новая выходит версия карнивала очень такая крутая красивая и там тоже нельзя разложить двуспальную кровать зачем нужна вообще такая машина где нельзя разложить двуспальную кровь и вообще не понимаю в общем мы взяли старый чтобы было всем комфортно и удобно вообще не знаем не планировали никакой маршрут даже примерно поэтому едем просто куда-нибудь но на юг будем ехать на юг кореи и заезжать в разные всякие города друзья вышли на хюгесо сходить в туалет посмотрите как выглядит туалет бесплатный на югесо как-то так здесь можно посидеть зарядить телефон накраситься и просто полюбоваться пиздец это друзья просто сортир взявите здесь вот всякие такие пластыри накладки для водителя если он устал в дороге всякие расслабляющие такие штучки продают а мы пойдем чего-нибудь перекусить ангелинка там в машине отрубилась спит поэтому папа с ней остался а мы сони как самые голодные как самые на диете просто хотим что-нибудь есть ангелина проснулась наверно 100 бегу потом и да и да и да очень вредная еда гамбургеры сосисочки булочки хлебушки божечки мои ничего диетического друзья нет а дима могась по туполе паке аннулаш по даже здесь друзья сейчас все покупается вот так вот в томате я буду просто сушеный кальмар самая а тема диетическое что здесь есть ангелина хочет шоколадку искусство присутствует везде видите там уже парки идут зоны отдыха и все такое посмотрите там столики а все уже что чуток быстро о потрясающе там видим вот курилочка идет человечек из цветочков здесь план местности все архитектурные формы все подписано такой вот прям музей-музей обычная остановка на хайвей обычный перевалочный пункт для автомобилистов дерево которому 300 лет растет здесь цикады уже поют там какой-то тоже памятник видите деле запах вы себе не представляете я не знаю с чем сравнить в общем и везде и гулять не пойдем но тут стоят такие столики и вот целый 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 музей под открытым небом вот ладно мы едем дальше абсолютно все хюгесо выглядят как-то так всегда это зона отдыха там туалеты рестораны все Не раз уже снимала. Но не устают друзья ей поражаться, удивляться. Я не знаю. Всегда это такой восторг. Уже на протяжении 20 лет восторг. Да, Гелик? А дети привычные. Они здесь родились. Они не обращают на это никакого внимания. Но вот когда они попадают в другую среду, они начинают обращать внимание. Что, блин, что-то не так. Что-то как-то не то. Ангелина, купила шоколадку? Ой, молодец. Это семечки в шоколаде. Ой, начинается, начинается. Начинается. Пендривание вот этого. Только не говори, что у тебя уже переходный возраст начался. Двоих я не переживу. Соня, дай ты, Ганжу, мачо? Уже, что-то не надо. Так? Иддет, что-то всегда. Это курица в кляре и с током. А папа купил тоже какую-то вреднющую хрень. Одна я, друзья, держусь еще пока, держусь. Купила себе просто сушеный кальмар. Без ничего. Он вообще без ничего. То есть просто белок и ничего больше. Никакого соуса, никакого жира. Ни жареный, ничего. Просто сушеный кальмар. Да, Гелик? Ты тоже вот шоколадки взяла. Но ты у меня не потолстеешь никогда, наверное. Ташая. Сушеный кальмар. Все, друзья, самое приятное время в машине, в путешествии это время пожрать. Здесь удобно. Очень много всяких таких плоскостей, где можно положить еду. У меня у одной такой стрём. Зато я буду... Суфер жет, зато я буду стройная и красивая. Не то, что вы. Черт. Друзья, погода была прекрасная с утра, но что-то какие-то набежали странные, подозрительные пучки. Друзья, мы приехали в Ченчжу. Расскажи, что такое Ченчжу. Ну, потому что Ченчжу это 음식е 제일 вкусное. Ченчжу 제일 много, очень вкусное. Манчан очень вкусное. Манчан очень вкусное. Мы приехали в столицу, уже Рятвы, конечно же. Первым делом, друзья. Ну, куда мы можем еще поехать? Черт. Да, друзья. Гид у нас хреновый. Про Ченчжу больше ничего не знает. Ну, да ладно, сейчас сами все посмотрим. Дождь пошел, кстати, вы видите, погода как испортилась. В Корее хоть и маленький полуостров, но погода везде абсолютно разная. Как-то так и выглядит провинциальный город. Точно так же, как и не провинциальный. Вообще никакой разницы. очень много еды. Сразу первое впечатление от города, ты въезжаешь в него и сразу рестораны, рестораны, рестораны и вообще ничего, кроме ресторанов, нет. Это город еды. ЭпичAny For%. Pen- Анастейн. друзья местные жители и посоветовали нам этот ресторан так как мы здесь вообще впервые ничего не знаем в общем нам посоветовали пойти сюда сказали что здесь очень вкусно ангелина это не твоя черепашка суда няня суду не не пытался продают мою любимую рыбку помните я ее дома готовим парик кульбе подсушенная такая вот рыбка специальная самая вкусная подоги опса друзья к сожалению здесь не оказалось напольного стола на полу чтобы сидеть нет только такие столы ангелина расстроилась чуть не плачет она также как и я любит сидеть на полу когда ребенок очень хочет есть вот это тырова соня вы не взяли с собой за вносчетки и совка стырила в туалете здесь какой позор я надо я надеюсь этот ролик на корейский не будут переводить да друзья в корее сдают экзамен как соня говорит папа диа пау венчо йоги папа йоги на кума йоги на понтан вот так должны стоять приборы и тарелки ложки палочки вот так должны лежать где-то авто и ангелина только об этом по счастлив с экономил чон он сейчас я пора в сочинном бегом пока аннатс и реон и реон Друзья, начинается пирушка. Мы в раю. Омлет. Здесь есть икра, друзья. Божечки же вы мои. За что ж такое счастье-то? Келлина проверяет все по фотографии, чтобы ничего не забыли. Там еще суп из креветок. Это мой любимый, холодненький из водорослей и огурчиков. Это мой любимый, холодненький из водорослей и огурчиков. Это, друзья, холодный зеленый чай. Нужно как-то рис в него обмакивать и потом есть с этим порикульби. И с этой рыбой, в общем, считается, что так вкуснее всего. Первый раз слышим, первый раз видимся. Самое главное. Та-да-дан! Рис. Все, 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 друзья, такие голодные все, что налетели просто как чайки. Та-да-да-да-да-да-да-да. Все, друзья, выкатываемся кое-как из ресторана. Очень было вкусно все, но очень много, как обычно. Слишком, слишком много еды. Так, что там, дождь идет, не идет? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Друзья, вот в таком прекрасном месте София решила откушать десерт под пинцу. Пинцу – это самый популярный в Корее десерт. Летний тертый лед. В общем, сейчас все увидим. Кафе в традиционном корейском стиле. Ой, как красиво! Вау! Друзья, даже в кафешечке, даже в кафешечке есть на полу сидеть кофейник. Какая красота! Друзья, вот так выглядит под пинцу. В оригинале, здесь только пат и лед, и ток. Мандингуа, не антигненгуа. Без всяких добавок, это прям вот... Так холодно везде, что одеяло носим с собой. А я себе, друзья, заказала какой-то чаёк на традиционной корейской медицине. Отвар из каких-то зельев. Аж за 8. А, это лекарство, муж говорит. Это прям лекарство. Лекарственное. Чудо-чудное. 8 тысяч вон стоит почти 6-7 долларов. Сейчас как помолодею, это на 100 лет. Что там? Там чего только нет, друзья. Потрясающе вкуснее пиво даже. Зачем ложкой я так буду пить? Мощным пиво. Ажелина, подпинцов? Угу. Мощно? Мощно. Я оригинал, подпинцов. Аппинцов. Аппинцов очень вкусно. Аппинцов очень вкусно. Почему? Потому что сахар. На вкус очень вкусно. Очень вкусно. Когда подпинцов утром? Да. Что есть вкусно. Кое-как выкатились из ресторана, я подожрала. Там на улице, смотрите, садик такой, прудик, садик и столики тоже стоят на улице. Днем там и прикольно, наверное. Матрешки, пошлите спать. Матрешки, пошлите спать. Матрешки, пошлите спать. И Ангелине так понравилось это под пинцу, что она ее до конца вылакала просто. Друзья, мы остановились вот в таком домике. Традиционном корейском, здесь вообще вся улица традиционных домов. Завтра все это поснимаем, сейчас уже темно и ничего не видно, но здесь очень красиво, здесь просто потрясающе. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради бога. Позвони мне ради бога. Мы в какой-то музее остановились. А, нету. 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 Супер, даже не верит, что раньше такие телефоны были. Стало. У них это вообще... Кирилл Чими-ти она? Угу Аппа, 중학교 때... 초등학교, 중학교 80-летка сошла, а разок до 80-летка